ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И теперь настало время поговорить об аргументации, обосновании, аргументации. Выслушав ваше определение, ваше объяснение, слушатель про себя скажет примерно следующее. Почему, собственно говоря, я должен тебе верить на слово? Почему, собственно говоря, ты считаешь то, что ты сейчас сказал, важным и истинным? Обоснование или аргументация отвечает на вопрос «почему?». Надо объяснить, почему мы считаем сказанное в определении верным и безошибочным. Сделать это нужно при помощи аргументов. Аргументы – это доказательства, приводимые в поддержку тезиса, факты, примеры, утверждения и объяснения. Свою позицию проповедник должен аргументировать. Что можно использовать в качестве аргументов? В качестве аргументов можно использовать причинно-следственную связь. К примеру, если выпьешь яд, то отравишься. Так всегда бывает. Поэтому это верно и для нашей физической жизни, и вполне вероятно верно и для нашей духовной жизни. Если ты будешь отравлять себя некачественным учением, некачественной догматикой, твоя духовная жизнь тоже будет испорчена, тоже будет отравлена. Или, например, вы можете начать с последствий и побудить слушателя задуматься, каковы же причины этих последствий, почему у нас бывает апатия к духовной жизни, какова причина этой апатии, давайте порассуждаем и так далее. Причинно-следственная связь – очень неплохой способ аргументации. Конечно же, дополнительным способом аргументации должен стать авторитет текстов из Священного Писания. Вы можете сослаться на параллельные тексты Священного Писания, даже в экспозиционной проповеди. Только если проповедь ваша экспозиционная, помните, что слушателю не нужно просить открыть те тексты Писания, на которые вы ссылаетесь в качестве аргументов. Просто их процитируйте. Например, вы проповедуете на послание Иуды, но вы можете сказать, что сходная мысль содержится и у апостола Павла, там-то и там-то, и процитировать эту мысль. Это будет очень и очень хорошо. Это будет аргумент, дополнительный аргумент. В качестве аргументов могут использоваться высказывания выдающихся ученых, философов, историков, писателей. Естественно, следует подбирать таких писателей, философов и историков, которые авторитетны для вашей аудитории. Я думаю, что было бы, наверное, нелогично цитировать Гитлера, ну разве что в отрицательном смысле. Или если вы знаете, что аудитория ваша интеллигентная, причем таких хороших христианских взглядов, вряд ли нужно цитировать каких-нибудь там отпетых грешников, известных своей маргинальностью. Ну, может быть, только ради того, чтобы аргумент работал по контрасту. Можно использовать в качестве аргументов пословицы и поговорки. Только помните о том, что на каждую пословицу и поговорку можно найти другую пословицу или поговорку с противоположным смыслом. Вспомните комический эпизод из «Приключений Шурика», когда прораб, пытаясь воспитывать трудовое самосознание тунеядца, приводит в качестве аргументов пословицы. Без труда не вытащаешь рыбку из пруда, раз, значит, работа не волк, в лес не убежит, ой, это не надо. Свидетельства людей могут быть хорошим аргументом в пользу того или иного тезиса или объяснения этого тезиса. Конечно, сила свидетельства зависит от разных факторов, характер свидетеля, не врет ли он, не склонен ли к вранью, число свидетелей, суть свидетельства, например, какое-то неопровержимое, сверхъестественное явление, произошедшее в жизни, четко задокументированное и так далее. Свидетельство недругов Евангелия, кстати, особенно авторитетно. Ну, например, некий агностик написал, обращайтесь не к Богу, а к здравому смыслу, за исключением тех случаев, когда здравый смысл подсказывает вам обратиться к Богу. Свидетельство, вот такое свидетельство агностика может сработать с хорошим аргументом, что называется, по контрасту тоже. Уж если агностик советует обратиться к Богу, то нам сам Бог велел. Индуктивный метод может быть хорошим способом аргументации. Индукция – это выявление общего правила из достаточного числа примеров. Также хорошим, кстати, способом является и дедуктивный метод, правда он реже применяется в проповеди. Не путайте, пожалуйста, дедукцию с индукцией, потому что один раз это уже сделал Канан Дойль. Если вы затрудняетесь запомнить, что есть что, что дедукция, что индукция, помните, что Канан Дойль ошибся как раз. Дедуктивный метод Шерлока Холмса на самом деле индуктивный. Когда Шерлок Холмс из разных частностей выводил некие общие правила, делал выводы, это как раз он занимался индукцией. А дедукция идет наоборот, от общего к частному. Например, как вы можете использовать в качестве аргументации индуктивный метод? Вы можете сказать, вот жизнь многих наркоманов изменилась в результате обращения к Богу. Вот есть наркоман, мой знакомый Вася, вот Федя, а вот Джон из Америки, а вот Ли Сяо из Китая. Следовательно, мы можем сделать вывод, что Бог способен изменять жизнь наркоманов. То есть вы из достаточного числа примеров делаете какой-то общий вывод. Это неплохая аргументация. Ну или дедуктивный метод. Хотя он менее эффективен для проповеди, но вы можете им пользоваться. Ну, например, люди умирают, потому что они грешны. Следовательно, если конкретный человек умер, значит, он тоже был грешником. Ну, это не исключение. Помните, что вам тогда придется объяснить, почему умер Христос. Но, кстати, это может быть хорошим переходом к этой теме. Христос умер не потому, что был грешным, а потому, что взял на себя грехи других людей. Аналогия. Вы можете что-то с чем-то сравнивать. И это тоже будет аргументацией, каким-то аргументом. Можете что-то опровергнуть. Кстати, опровергать всегда легче, чем доказывать. И одним из способов аргументации является как раз опровергающая аргументация. Вы можете не тратить время на доказательство собственного тезиса. Вы можете попытаться опровергнуть тезис противоположный. Ну, например, вы можете опровергать явные какие-то небиблейские верования. Например, реинкарнацию. Естественно, в проповеди вам придется что-то опровергать. Личные свидетельства из жизни проповедника также всегда очень и очень эффективный аргумент. Не нужно делать себя героем или жертвой. Но апостол Павел, например, не раз рассказывал свое личное свидетельство в качестве аргумента к тому тезису, который он защищал. Если он говорил о воскресении Христа, то он всегда приводил личные свидетельства. Да, Христос воскрес, вот он мне явился, и из-за этого моя жизнь изменилась. Если в пункте свидетельства людей вы говорите о чужих свидетельствах, то вот здесь можно сказать что-то о себе. Ну и какие-то аксиомы. Они тоже, конечно, являются способом аргументации. Аксиомы это утверждение, не требующее доказательства. Всякий человек умрет. Это аксиома не требует доказательств. Всякий человек умирает. Каким бы ты ни был, ты все равно умрешь. И это может быть еще одним аргументом в пользу того, что все люди грешники, например. Ну и так далее. Аргументов может быть у вас разное количество, и они могут быть разными по форме, взятые из разных областей человеческой жизни. Аргументами могут стать разные реалии нашего с вами бытия. Что еще можно сказать об аргументации? Аргументы, как я уже сказал, бывают двух типов. Аргументы за, за свой тезис, и аргументы против. Против чужого тезиса. Таким образом, аргументация ваша может быть либо поддерживающей, либо опровергающей. Можете пользоваться и той, и другой. Но вместе я бы вам не рекомендовал их использовать в проповеди. Проповедь все же не лекция. Не стоит ее перегружать аргументацией. Не стоит, с одной стороны, свой тезис защитить, потом разгромить чужой тезис, потом ответить на контраргументы, потом привести свои контраргументы, и так далее. На самом деле, это будет очень и очень громоздко для проповеди. В проповеди, кстати, больше рекомендуются аргументы за, поддерживающие аргументацию. Оптимальным числом аргументов при доказательстве какого бы то ни было тезиса принято считать три. Хотя это тоже не священное число, это не такая священная корова. Три аргумента... Ну, просто считается, что один аргумент – это не аргумент, два могут быть совпадением, а три – это уже вроде бы как хорошо. Но на самом деле аргументов может быть и больше, если они короткие. А аргументов... Ну, вряд ли стоит приводить меньше. Разве что уж аудитория ваша слишком дружелюбно к вам расположена и вообще воспримет ваше слово безо всякой аргументации. Хотя я бы все-таки вам рекомендовал использовать аргументы. Декларативные проповеди утомили очень большое количество церковных слушателей. Когда выходит проповедник и ничего кроме лозунгов у него в проповеди нет, это очень и очень неприятно слушается. Не аргументированные, бездоказательные, не объясняющие ничего проповеди, они окончательно погубят сам институт церковного наставничества. Кстати, один из аргументов, уж если вы хотите проповедовать, это ссылка на параллельное место в Писании. Это, наверное, правило хорошего тона для проповедника. Но аргументы следует приводить в системе. Нельзя их просто вываливать на слушателей таким потоком, потоком сознания. Нужно хорошо продумать, с каких аргументов начать и какими аргументами закончить. В этом смысле типов аргументации выделяют три способы аргументации. Аргументация бывает нисходящей, восходящей и гомерической. Давайте каждый из них рассмотрим по отдельности. Что же такое нисходящая аргументация? Вначале приводятся наиболее сильные аргументы, затем менее сильные. Завершается текст с побуждением или выводом. Ну, до побуждения или вывода мы, собственно, дойдем. А вот способ нисходящей аргументации такой, что вначале сильные аргументы, а потом слабые. То есть аргументация у вас нисходит по степени силы аргументов. Нисходящая аргументация очень хорошо работает в дружелюбно настроенной аудитории. Если аудитория априори не против вас, ну, допустим, это ваша родная, знакомая вам до мелочей церковь, гостей нет, какое-нибудь собрание среди недели, все бабушки согласно кивают вам, что бы вы ни сказали, это не означает, что вам можно расслабиться и уйти от аргументации совсем. Все равно найдется какой-нибудь въедливый слушатель, который не поверит вам просто на слово. Но здесь можно вполне применить нисходящую аргументацию. Вы сразу убеждаете слушателя каким-то сильным аргументом, он с вами привычно соглашается и дальше, кивая головой, не замечает того, что степень силы аргументов понижается. Следующий способ аргументации это восходящая аргументация. Когда аргументы располагаются от самых слабых с точки зрения убедительности для аудитории к самому сильному. Как ни странно, этот способ аргументации хорошо работает в нейтрально настроенной аудитории, которая ни за, ни против вас. Дело в том, что когда вы приводите слабый аргумент, слушатель мысленно вовлекается в дискуссию. Но поскольку он, в общем-то, нейтрально настроен по отношению к вам, дискуссия это носит не агрессивный характер, а просто человек начинает следить за вашей мыслью, ему становится интересно. Так, аргумент слабоват, но что же он скажет дальше? И после этого, когда вы приводите с каждым разом все более и более сильные аргументы, слушатель потихонечку убеждается, проникается к вам уважением и постепенно встает на вашу сторону. Ну и, конечно же, является третьим способом и, наверное, одним из самых действенных способов это способ гомерической аргументации, в котором сильные доводы даются в начале, основной, самый сильный довод в конце, а более слабые доводы располагаются посередине. При этом сильные доводы предлагаются в максимально кратком виде, даются по отдельности, а слабые соединяются вместе, образуя такой единый неразрывный комплекс аргументов. Гомерический способ аргументации хорошо работает во враждебно настроенной аудитории, когда вы начинаете свою аргументацию с сильных аргументов. Все слабые аргументы вы слепляете в одну кучу, помещаете их в середину. Когда слушатель агрессивно настроен по отношению к вам, сильные аргументы его, так сказать, поначалу довольно напрягают, слабые расслабляют, а венчает все самый сильный удар, неопровержимый аргумент какой-нибудь, очень сильный аргумент. Вот тогда, по крайней мере, агрессивно и негативно настроена к вам аудитория, ну, может быть, шокирована и, как бы, может даже не знать, что вам возразить. В принципе, гомерическая аргументация – это довольно сложный способ. Им нужно владеть мастерски и виртуозно, если вы хотите должное впечатление производить на аудиторию. Но о нем все же помните. Как правило, гомерической аргументацией в проповеди пользуются благовестники. Ну и, наконец, после аргументации вам нужно дать применение. Вы должны сказать, что же делать, что же теперь. Применение отвечает на вопрос, ну и что? Что из этого следует? Что же теперь? Применение – это самая основная часть пункта. В каждом пункте, не только во всей проповеди, в заключении мы еще будем говорить о применении, но в каждом пункте проповеди должно быть свое применение. Слушатель должен четко себе представлять, что же теперь делать. Но применение должно быть после того и только после того, как проповедник объяснит и обоснует истину. Как я уже сказал, декларативные проповеди, проповеди, состоящие из лозунгов, еще никому, собственно, не помогли. Очень скоро слушатель просто перестанет вас слушать. Он просто перестанет вам верить. Только в лекции можно обойтись без применения. Лекция может закончиться примерно так. Ну вот и все, что я вам хотел сказать. Запишите домашнее задание, соберите свои конспекты, увидимся в следующий понедельник. Проповедь закончиться так не может. Проповедь должна иметь применение. И если в конце проповеди вы делаете резюмирующее применение из всех тех применений ваших пунктов, то в каждом пункте все-таки вы должны серьезно продумать, как слушатель может применить только что объясненную и аргументированную истину. В применении следует акцентировать два положения, братья мои. Во-первых, вы должны рассказать, каким образом происходит это вообще, то есть то, к чему вы призываете. Ну, к примеру, вы призываете человека к покаянию. Тогда вам нужно объяснить, какова божественная роль в этом процессе, какова роль человека и каково средство этого применения. Бог будет обличать вас в грехе, через вашу совесть. Вы должны покаяться в своих грехах, вы должны уверовать в Иисуса Христа, вы должны обратиться ко Христу. И каково средство? Ну, средством здесь будет являться, конечно, молитва. Вам нужно помолиться, рассказать Богу о своем решении, попросить помощи и так далее. То есть это происходит вообще вот так. А потом второе положение в применении. Что именно должен я сделать сегодня и сейчас? Что слушатель должен сделать конкретно? Неконкретность нас тоже с вами обязательно погубит. Приведите какой-нибудь конкретный пример. Если вы призываете любить ближнего, пожалуйста, расскажите, как это можно сделать в практической жизни сегодня. Ну, или там, любить врага. Напишите фамилии ваших врагов на листочке бумаги, к примеру, да? Продумайте, как вы можете молиться за обижающих вас, благотворить ненавидящим вас и, так сказать, делать добро им. В общем, молитесь о них каждый день, сделайте им что-нибудь доброе, благословите их, благословляйте, да? Там еще сказано. Говорите о них доброе, говорите им что-то доброе. Помойте полы у них на лестничной площадке, если вашими врагами являются соседи. Ну и так далее. При этом вы должны убеждать, принять конкретное решение. вы должны привести разного рода, так сказать, обоснования логические. Ну вот, нам нужно вот это сделать, потому что тогда произойдет то-то и то-то. Вы должны затронуть и разум слушателя одновременно, и его эмоции, и, конечно же, его волю, призывом принять вот это конкретное решение. Пусть слушатель что-то для себя решит. Только тогда можно сказать о том, что вы сделали применение. Итак, вот таким мясом нужно обрастить каждый пункт проповеди. Мы говорили определение, аргументация и применение. Чтобы каждый пункт проповеди оброс плотью и мускулами, поступайте так. А подпункты у вас будут либо частью определения, либо частью аргументации, либо частью применения. Дерзайте, братья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok